Всем привет, кто смотрит это. Это видео я снимал в 2018 году, но вот только сейчас решил выложить на YouTube. Так, для памяти. Замок Анже. Замок Анже расположен в одноименном городе, департаменте Мен и Луара во Франции. Хотя французы называют этот город не Анже, а Анжи. За время своего существования он не раз становился ареной политической борьбы между Англией и Францией. Здесь также расположена одна из самых чудесных реагональных чудес света, гобелен апокалипсис, который мы посетим позже и вы посмотрите в следующем видео. В 1997 году под руинами старого графского замка была обнаружена пирамида из камней, которая, как оказалось позже, была построена около 4500 года до н.э. В 3 веке н.э. Анже входили в состав Римской империи. На берегу реки Мен располагалось небольшое пограничное укрепление, укрепленное деревянными стенами для защиты от набегов варварских племен. Позднее, после распада Римской империи, целостность французского государства тогда еще не существовала. И земли Анжера подвергались постоянным набегам варварских племен не только Центральной Европы, но позднее и далеких викингов. Анжи. Анжи. Коррект. Анжи. Варихаус Франциско. Я уберсь, я уберсь. Чтобы обезопасить себя и земли, на отроге холма и над берегом реки Мен, на месте современного замка, появилось поселение, обнесенное деревянными стенами. В 851 году крепость попадает под власть графства Анжу. Несмотря на деревянные укрепления, набеги викингов продолжаются. Несколько раз город страдает от полного разграбления. Наследник Фулька III Черного, Жуфра II, строит вместо деревянной крепости огромный каменный замок. После строительства замка город Анже становится выездной столицей английских королей. Генрих II Плантагенет и Ричард I Львиное Сердце, будучи на континенте, останавливались и вели дела именно из Анже. В 1199 году Ричард I Львиное Сердце умирает. И спустя несколько лет, в 1204 году, французский король Филипп II захватывает не только эти английские владения, но и Мен, Нормандию и Бритонию. Из-за различных политических неурядиц королю Англии Иоанну Безземельному не удалось вернуть земли во Франции. И Анже остается под властью Франции. Филипп II и особенно его внук Людовик IX, святой, не теряли времени и к 1240 году закончили строительство мощных стен замка Анже, превратив город в ключ к королевству. Спустя шесть лет Людовик выпускает графство Анжу из своего влияния и передает все владения своему младшему брату Карлу I Анжуйскому. Спустя еще сто лет Филипп VI Волуа. Вернул Анжу французской короне. Однако вскоре край вновь обрел независимость, когда Иоанн II Добрый передал его своему сыну Людовику II герцогу Анжуйскому. Людовик II продолжил улучшение замка в Анже. В этом году были построены новые королевские палаты и часовня. Его сын Рене Добрый тоже внес небольшие улучшения в постройку, но в соответствии с модой больше уделял паркам и садам. Из своего родового поместья в Провальце он привез цветы и декоративные кустарники. В замке появился и уникальный зверинец, призванный не только обслуживать охотничьи забавы, но и ставший прообразом современных зоопарков. Рене сильно выделялся из общекоролевского семейства. Прирожденный литератор, он пользовался любовью простых подвигов. Любил оригинальные праздники, часто устраивал в замке рыцарские турниры на манер тех, что были приняты во времена великих предков. В 1434 году, после смерти своего старшего брата Людовика III Анжуйского, Рене Добрый унаследовал герцогство Анжу и Прованс, а также статус наследника бездетной королевы Неаполя Джованны II. После ее смерти Сталь стал номинальным королем Неаполя. Садовое творчество не уберегло Рене от дворцовых интриг. И замок был одобран у почитателя прекрасного, более властолюбивым родным племянником Людовиком XI Благоразумным. К счастью для Дене, его позволили удалиться в Прованс и не посадили в тюрьму. При своем дворе он собрал многочисленных художников, музыкантов и вошел в историю как последний король Друбадур. Людовик XI решил усилить военный потенциал крепости. Он приказал обнести стены замка дополнительными сухими рвами. И, несмотря на хроническую пустую казну, выделил немалые деньги на замену крепостной артиллерии. В начале 1400-х годов в Жан-Кенже нашел убежище король Карл VII, который затем с помощью Жанны Д'Арк сумел изгнать англичан из страны во время Столетней войны. В 1562 году Екатерина Медичи укрепила замок, чтобы он соответствовал военным реалиям того времени. Однако Генрих III, король Навары, взойдя на французский престол и опасаясь новых притязаний на его корону со стороны Анджи и Алансон, посчитал, что крепость в руках протестантов станет их неприступной цитаделью и потому приказал срезать 17 башен до уровня стен, тем самым превратив башни в обычные партии. Материал с башен пошел на строительство улиц города. Несмотря на это, Генрих III продолжал поддерживать замок Анджера в боевой готовности и даже установил на стенах артиллерии. Во время антиправительственных смут во Франции, получивших название Фронда в 1652 году, Анри Шабу, герцог Руана, губернатор Анджу и сторонник Людовика II, принца де Канте, поднимает восстание в Анджере. В феврале того же года войска во главе с Людовиком XIV и кардиналом Мазарини подходят к городу. Но Анри Шабу решает сохранить город от разграбления и сдает Анджер, в том числе и замок без боя. В 1661 году Людовик XIV приказал Д'Артаньяну арестовать Николая Фуке, финансового управляющего, которого король подозревал в хищении 12 миллионов фунтов из королевской казны. После ареста на Николая Фуке был доставлен в шато де Анджер, где он прожил три недели. В XVIII веке на территории замка была основана военная академия. В течение XVIII века там размещается скромный гарнизон под командованием наместника короля. Но замок начинает медленно разрушаться из-за отсутствия должного обслуживания. Во время революции 1789 года замок стал резиденцией революционного комитета Анджера в начале Мессидорского периода года первого. Это примерно конец июня 1793 года. Вендееце, вернувшись из вырядной галери, безуспешно осадили город и его замок. Ну а затем крепость снова использовалась как тюрьма во время террора и войн при Вендее. В 1806 году было саксонировано снос передового сооружения Пор-де-Шамп для создания бульвара. В следующем году замок был преобразован в гражданскую и военную тюрьму. В 1813 году часовня использовалась для размещения 200 английских моряков, плененных во время наполеоновских войн. Два года спустя, после окончательного поражения императора Наполеона при Батерлоу, пруссаки заняли крепость. В 1817 году замок был повторно занят французской армией, которая преобразовала его в арсенал и гарнизон. В 1857 году Генеральный Совет стал владельцем замка, но было одно условие. Взамен он должен позаботиться о сохранении исторических частей этого места. В 1875 году замок был признан историческим памятником, но пока была армия, они немного разрушили королевскую ложу и часовню. И на этом месте установили свои военные постройки. В 1912 году город Анже арендовал крепостные рвы и превратил их в сады. В 1936 году она поместила сюда олени и лани. Позже по поводу замка ведутся переговоры между армией и главным управлением изящных искусств. В июле 1939 года переговоры увенчались успехом и были намечены планы восстановления. Но проект был прерван Второй мировой войной. В 1939 году Анжер стал убежищем польского правительства. Позже, в том же году, Анжер сам был оккупирован нацистами. В 1942 году Анжер стал региональным центром Гестапо. А уже в 1944 году Анжер был освобожден. Во время отступления нацисты серьезно повредили замок, взорвав некоторые склады с амунитией. Но также английская авиация побобила его немножко. В 10 января 2009 года, около 4 часов дня, пожар охватил королевскую ложу. Это произошло из-за неисправности электрического нагревателя, как говорят. Благодаря отзывчивости и расторопности сотрудников музея, драгоценные гибелены не пострадали. С другой стороны, была разрушена крыша здания. Ущерб оценили в 2 миллиона евро. Восстановительные работы продлились около трех лет. При бюджете в три раза превышающим суммой. Так как огонь не только разрушил крышу, но и от замерзания воды, потому что это было в январе, при тушении, в последующие дни, сильно повредилась каменная кладка, которую в последующем пришлось менять в значительной степени. Привлекла мой взор таблица с рыцарскими гербами Ордена Круассана. Я еще пошутил. Алан, смотри, рыцари Ордена Круассана. Круассаны. Орден полумесяца. Рыцарский орден, основанный Карлом I, королем Неаполи и Сицилии в 1268 году. Орден полумесяца, французский рыцарский орден, был возрожден 11 августа 1448 года в Ванже королем Рене I. Орден состоял из рыцарских и духовных орденов и насчитывал 50 рыцарей, из которых могли быть герцоги, принцы, маркизы, виконты и рыцари с четырьмя четвертями дворянства. Рыцари взяли на себя обязательства взаимопомощи и верности Ордену, который после того, как Прованс стал частью Франции в 1486 году, был вскоре забыт. Не могу не удержаться рассказать про историю Круассана все-таки. Круассан в переводе с французского – полумесяц. Мочные изделия в форме полумесяцев выпекались в Австрии по меньшей мере с 13 века, но началом нынешней популярности Круассанов можно считать 1839 год, когда австрийский артиллерийский офицер Август Цанг открыл в Париже венскую пекарню, где пекли такие булочки. Существует легенда, что в 1683 году венский пекарь Петер Вендлер впервые сделал булочку в честь неуспеха турецкой осады Вены. Османское войско осадило Вену. Пекари, работавшие по ночам и готовившие для горожан свежие булочки к утру, услышали шум от мотык и кирок и поняли, что турки делают подкоп под стенами города. Вовремя предупредив об этом солдат, они сорвали план врага. По другой версии, спустя некоторое время после осады с ляхтичем Юрием Кульчинским в Вене была открыта первая знаменитая кофейня, в которой подавали круассаны в форме османского полумесяца и ароматный кофе по-восточному. Считается, что с тех пор эти необычные булочки стали очень популярны среди покупателей. В 1770 году круассан впервые появился во Франции. Это случилось благодаря приезду из Вены Марии Антуанеде. Это той, которой позже во время французской революции отрубили голову. И вместе с ней появилась в Париже венская выпечка. Но венский и французский круассан – это все же две разные вещи. Ведь из Вены только форма изделия. А изготовили его впервые из слоеного теста с маслом именно французские повара. И это случилось в начале 20 века. В 2013 году антиправительственные повстанцы из Сирии запретили круассаны на контролируемой ими территории Алеппо, объясняя свой запрет вышеупомянутой австрийской легендой. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok